Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Ирина Шухаева, и мы продолжаем говорить о лирике Николая Некрасова. Замечательного поэта, писателя, мыслителя, гражданина, общественного и литературного деятеля, очень популярного издателя, человека, чьей, наверное, только жизни и биографии можно было бы сделать цикл программ, а он еще оставил нам огромное разнообразное творческое наследие. И вот сегодня мы с вами продолжаем говорить об основных мотивах лирики Некрасова, о типичных образах его лирических героев или, наоборот, нетипичных. И я постараюсь вам показать, почему мы говорим о том, что поэзия Некрасова сегодня по-прежнему современна и народна, именно современная народность. Вообще, что такое народность в литературе и в поэзии, эта тема давняя и сложная. Надо сказать, что именно во времена Николая Некрасова был такой буквально расцвет псевдонародности. Особенно это касалось драматических произведений, театральной сцены. На сценах пели лубочные мужики патриотичные песни. Некрасов и адекватные своему времени люди очень жестко этого смеивали. И поэтому пытались все-таки понять, ну что такое народность-то? Это фольклорные мотивы пробовали. Пробовали, сочиняли сказки, былины, истории из жизни нашего доброго русского народа. Неслучайно потом Максим Горький много лет, ходя по Руси, искал того самого доброго, которого, в общем-то, так никому найти не удалось. Николай Некрасов пошел сразу дальше. Он пробовал найти счастливых. Мы об этом с вами поговорим. Когда будем разбирать его поэму, кому на Руси жить хорошо. И какие же все-таки основные требования выдвигаются к тому, чтобы творчество могло быть названо народным? Прежде всего, на самом деле, это хорошая простота, это понимание, это тот материал текстовой, который не требует специальных пояснений. Потому что, должна вам сказать, что современные дети, читая блестящих наших и Лермонтова, и Пушкина, и Тютчева, очень во многих местах, натыкаясь на непонятных богов, на непонятные аллюзии, требуют пояснения. И только когда какие-то пояснения сделаны, поэзия становится понятной. Но все вышеперечисленные господа четко принадлежали к дворянскому классу, вели определенный образ жизни, имели определенное образование. Николай Некрасов от них резко отличался уже тем, что, как мы с вами уже говорили, поплатился за вольность в своей биографии, отказавшись быть военнослужащим и строить дворянскую карьеру. Он выбрал карьеру писателя, причем сначала, как вы знаете, он не смог поступить, не смог учиться. Ему нужно было где-то жить и что-то есть. Он прожил тяжелейшие нищенские годы в низинах Петербурга. Он действительно знал, как живет народ, он знал, как живут дворяне, потому что он был из этой семьи. Он знал, как живут крестьяне, потому что отец возил его с трех лет с собой, будучи приказчиком, по всем разборкам и делам. Он видел порки, он видел избивания, он видел недоимки, он видел смерти, похороны, он видел все. То есть действительно не отразить этого, конечно, в своих произведениях он не мог, потому что это был настоящий гений, который, конечно, питает свое творчество тем, что он прожил, тем, что он видел. И уж, конечно, материал у Некрасова в этом смысле был совершенно богатейший. Возможно, и отсюда его уникальная понятность и уникальное современное звучание произведений, которые все были написаны больше 150 лет назад. Ну, может быть, некоторые чуть меньше, но давайте мы с вами поверим, что это достаточно серьезный срок для ририки, которые и сегодня потрясающе современно читаются. Это я вам в ближайшие две программы просто постараюсь показать текстами. Говоря о народности, конечно, допускается, и в этом случае приветствуется, использование всяких фольклоризмов, оборотов, свойственных для крестьянского или ремесленного быта. То есть то, что раньше русская литература как бы избегала, а если пробовала делать, то это была такая фасадная, ханжеская, лживая, русско-патриотическая писанина, которую, если кто-то и пытался озвучивать, это, как говорил сам Некрасов, смешно настолько, что даже не требует комментариев. И тем не менее, этому нужно было как-то противостоять, и противостоять такой хорошей живой народной струей, которую Некрасов в своем творчестве открыл, и после него было много подражателей, и его влияние по-прежнему высоко и сильно на нашу поэзию и на нашу литературу, именно потому, что это было искренне, правдиво, глубинно, это было народно. Еще многие исследователи к пониманию народности добавляют такой момент, особенно в русской народности, в литературе, это любовь к родине. Вот уж что у Некрасова было настоящее, подлинное. О любви к родине говорят у него все его лирические герои, от чиновников, просветителей, потому что среди них, естественно, всегда были хорошие ребята и плохие тоже, как в его времена Николая Некрасова, так и сегодня среди нас. Говорят женщины, говорят дети, говорят старики, говорят рабочие, говорят ремесленники, даже банкиры и пайщики, и те говорят о том, что пусть и коряво, но родину они свою любят. И эти примеры я тоже вам буду обязательно приводить. Часто о Некрасове говорят, что он был певец порабощенного народа, он был революционер по духу, он был против самодержавия, он обличал. И иногда, читая такие фразы, возникает образ такой, знаете, такой агрессивный, моралист такой, агитатор, призыватель. Вот сейчас я вам буду читать фрагменты стихотворения Николая Некрасова, показывая, что так его оценивали. Описал он очень отстраненно, отдавая дань тому событию, о котором он пишет. Автор стихотворения всегда старался быть соучастником, при этом высказывая свое отношение к происходящему, вовсе не как какие-нибудь осуждающие призывы, а именно как человек, который глубоко через сердце пропустил ту ситуацию, которую он нам описал. «И погромче нас были витии, да не сделали пользы пером, дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем». Вот так полушутя говорил Некрасов о лирических задачах поэзии. И тем не менее я сейчас постараюсь, не наведя на вас тоску, все-таки познакомить вас с творчеством Николая Некрасова именно по небольшим фрагментам его стихотворений. Итак, стихотворение, которое называется «Колыбельное», и это подражание Михаилу Лермонтову. Так считал сам автор. «Спи, пострел, пока безвредный, баюшки бою, тускло смотрит месяц медный в колыбель твою, стану сказывать не сказки, правду пропою, ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки бою». По губернии раздался всем отрадный клик, твой отец под суд попался, явных тьма улик, но отец твой плут известный, знает роль свою. Спи, пострел, покуда честный, баюшки бою, подрастешь, и мир крещеный скоро сам поймешь, купишь фраг темно-зеленый и перо возьмешь, скажешь, я благонамерен, за добро стою, спи, твой путь грядущий верен, баюшки бою. Будешь ты, чиновник, с виду и подлец душой, провожать тебя я выйду и махну рукой, в день привыкнешь ты картинно спину гнуть свою, спи, пострел, пока невинный, баюшки бою. Тихо, кроток, как овечка, и крепоник лбом, до хорошего местечка доползешь ужом, и охулки не положишь на руку свою, спи, покуда красть не можешь, баюшки бою. Купишь дом многоэтажный, схватишь крупный чин, и вдруг станешь барин важный, русский дворянин, заживешь и мирно, ясно, кончишь жизнь свою, спи, чиновник мой прекрасный, баюшки бою. Отчаянным коммунистом, страшно вопиющим в пользу революции, за это стихотворение назвал Николай Некрасова известный реакционный журналист Фадий Булгарин, которому, конечно, от Некрасова много доставалось. Свой донос в третье отделение он так и начал, что гражданская муза Некрасова продолжает распоясываться, и сам он отчаянный коммунист вопиет в пользу революции. Вот мы с вами, собственно говоря, познакомились со стихотворением, но что-то никуда никого не призывал. Он спит, пока вот все это не случилось. И скажите, что эта картина не соответствует сегодняшнему глянцевому идеалу сложившейся жизни. Чиновник с пятиэтажным домом, русский дворянин, но сейчас это называется несколько иначе, но суть по-прежнему не изменилась. Вот почему мы говорим, что это понятно, это современно, и это народно, это по-прежнему актуально. Очень много в произведениях Некрасова темы смерти. Детской, взрослой, солдатской, женской, мужской. Автор то присутствует на похоронах, то вдруг встречает похороны. И такое вот тяжелое все время у него чувство, что тот-то, кто умер, отмучился, а вот те, кто остались, им стало еще тяжелее. Помнишь ли, труп заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму, плакал твой сын, и холодные руки-то согревало дыханием ему. Он не смолкал, и пронзительно звонок был его крик, становилось темней, вдоволь поплакал, и умер ребенок. Бедная, слез безрассудных не лей, с горя да с голоду завтра мы оба, так же глубоко и сладко заснем. Купит хозяин с проклятием три гроба, вместе свезут и положат рядком. Собственно говоря, да, никаких призывов и никакого обличения нет. Голод, тоска, безнадежность, болеют дети, болеют и умирают люди, нет просвета. Никаких призывов нет. Это просто описание той жизни, которую он видел и которую он знал. И, конечно, как у любого автора, его собственные разборки с музой, с поэзией, с гражданским отношением автора к жизни, к тому, как это должно быть. Отдельно тему гражданской лирики, гражданская позиция Некрасова и образ Руси, России мы с вами разберем в отдельной программе. Но так по собственному отношению к себе и к своей музе Некрасова мы с вами так будем немножко говорить. И вот писал он о своей музе примерно так. «Но рано надо мной отяготели узы другой, неласковой и нелюбимой музы, печальной спутницы печальных бедняков, рожденных для труда, страдания и оков, той музы плачущей, скорбящей и болящей, сейчас нажаждущей, униженно просящей, которой золото — единственный кумир». И Некрасову много будут говорить его современники, что уже оставил бы ты в покое страдающих старух, девок, мужиков, работников, извозчиков, рекрутов, да. Ну, в конце концов, уже не модно. Конечно, если высший свет, читающая и смотрящая публика, без конца кормилась такими, вы знаете, псевдопатриотически возвышенными сценами из мужицкой жизни, то, понятно, как-то читать про их страдания совершенно никто не хотел. И, в общем-то, с, вот, собственно, легкой руки Некрасова его муза обрела такую, знаете, как бы собственную жизнь. Во многих доносах, которые без конца шли на его стихотворение, так и писали, причем доносчики, надо сказать, писали прекрасным литературным языком о музе Некрасова, как о некоем таком вот живом бунтарском существе. Вот напомню вам стихотворение, которое вы все знаете, однако при жизни Николая Некрасова оно ни разу не было издано. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, ни звука из ее груди, лишь бич свистал, играя, и музе я сказал, гляди, сестра твоя родная. Поэтому вот с легкой руки муза его называлась крестьянской, муза была сочувствующей, то есть иногда читаешь, и такое впечатление, что пожаловались вообще не на Некрасова, а на его музу, и к ней могут цензура и полиция применить какие-то меры. Должна вам сказать, что Николай Некрасов, его стихи, наверное, единственный пример давления и исправления цензуры, почти все его тексты подвергались жестоким исправлениям, переделкам, он очень хотел, чтобы их печатали, и огромную работу проделали советские текстологи, литературоведы и исследователи творчества Николая Некрасова, чтобы восстановить его стихотворения такими, какими мы их сегодня с вами можем прочитать. Потому что за каждую строчку шла борьба, я дальше буду вам это показывать, и если он говорил о народной скорби, цензур немедленно вычеркивал и говорил, пишите о вселенской скорби, так, может быть, напечатают. А вселенская скорбь Николая Некрасова волновала несколько меньше, чем народная. Он жил в своей стране, любил свой народ, свою родину, любил литературу истово, искренне, и отчаянно говорил о том, что никогда не пройдет муза, и, как сказать, не пройдет мода на правду и на ту сторону жизни, от которой все хотят отвернуться, и о которой не хотят знать. Замолкнему за мести и печали, я сон чужой тревожить не хочу. Довольно мы с тобою проклинали, один я умираю и молчу. Твой бездны сам я не хотел бы видеть, которую ты можешь осветить. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Вот финальная цитата из этого стихотворения, она довольно-таки известна, но тут, в общем-то, важен и сам контекст, то, что он говорит, что да, сам хотел бы не видеть, но от того, что мы отворачиваемся от черной и трудной стороны народной жизни, она не становится светлее, и наоборот, очень много есть его пророчеств о том, что когда-то это все соберется в могучую силу, и, боже мой, что ждет тогда многострадальную Русь. Ну, мы с вами знаем, что ее ждало, и Некрасов уже тогда, при том, что при нем произошло освобождение народа, да, и вот это его знаменитая «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» Он говорил, что это полумера, что не доделали, не додумали, не освободили, не выстроили жизнь и быт возможный человеческий, поэтому ничего особенно хорошего ждать не приходится. Отдельным, так сказать, явлением стоит стихотворение «Влас Николая Некрасова». «Влас» был невероятно, как бы сказать, сначала истово нехорошим человеком, а потом истово хорошим, что, в общем-то, для нас, для русского менталитета очень свойственно, и многие писатели дальше будут как бы развивать этот вот образ. Говорят, великим грешником был он прежде в мужике. Бога не было, побоями в гроб жену свою вогнал, промышляющих разбоями конокрадов укрывал, у всего соседства бедного скупит хлеб, а в черный год не поверит гроша медного, втрое с нищего сдерет. Брал с родного, брал с убогого, слыл кощеем мужиком, нрава был крутого, строгого, наконец и грянул гром. Влас у худок, лечит знахаря, да поможет ли тому, кто снимал рубашки с пахаря, крал у нищего суму. Только пуще все не можется, год прошел, а влас лежит, и построить церковь божеца, если смерти избежит. И тут случается чудо, влас выздоравливает, и он выполняет свой обед, данный Богу, он надевает вериги, он идет по Руси, и он собирает уже на храм, собирает деньги, и ему подают, потому что, насколько он был истов, вот в проявлении своих негативных качеств, настолько таким же истовым, он стал, когда изменился, и когда обратил свое лицо к Богу, и стал собирать деньги на храм. И дают, дают прохожие, так из лепты трудовой, вырастают храмы Божии, по лицу земли родной. Надо сказать, что к творчеству Некрасова всегда было сложное отношение. В начале века опрашивали многих известных поэтов и писателей, как они относятся к Некрасову. Оценки были разные, но должна вам сказать, что стихотворение влас, как удивительно мощное, сильное, пронзительное, и соответствующее вообще образу русского человека, отметили практически все. То же самое произошло где-то в середине 70-х годов, практически среди наших современников. Так что это реально такое одно из универсально популярных стихотворений Николая Некрасова. Есть еще стихотворение извозчих, которое тоже высоко оценили. Суть его в том, что живет парень, хороший, талантливый такой к жизни, очень хочет жениться, а жениться ему нельзя, потому что денег нет. Опять же, это стихотворение было переписано Некрасовым по требованиям цензуры, потому что там везде шел рефрен «Воли нет, цензура запретила». Тогда он написал «Денег нет, с деньгами стихотворение пропустили». И что же происходит? Значит, везет извозчик мужика, приезжает домой, ложится спать, а утром хозяин его будет, бегут в сани, смотрят, а мужик забыл мешок с серебром, причем там пять тысяч серебром, и говорит, вот если бы тебе повезло, ты бы стал богатый. Ну, над мужиком все посмеялись, а через некоторое время нашли его повешенным. Ну, и такой вот уходит, опять же, Некрасов от вывода, он говорит, ну, бесы попутались, с бесами не совладал. Но, тем не менее, цензура, по-моему, самозабвенно искала крамолу против власти уже вообще в любом стихотворении Николая Некрасова. Также дежурные герои Николая Некрасова, это, конечно, чиновники, люди, которых он хорошо знал, потому что он вращался среди них, он где-то для них издавал свои журналы. Вот как выглядит портрет чиновника. Когда восторг лирический в себе я пробужу, я вам биографический портрет свой напишу. Тогда вы все узнаете, как глуп я прежде был, мечтал, как вы мечтаете, душой в эфире сжил, бежать хотел в Швейцарию, и как родитель мой с эфира в канцелярию столкнул меня клюкой. Как горд преуморительно я в новом был кругу, и как потом почтительно стал гнуть себя в дугу, как прежде, чем освоился со службой, все краснел, а после успокоился, окреп и потолстел. Как гнаться стал за деньгами, изрядно нажился детьми и деревеньками, и домом завелся. Вот, пожалуйста, все ясно, все понятно, никаких специальных знаний и пониманий нужно. Все, что происходило с чиновниками тогда, с тем же успехом, может происходить и сегодня. Еще одно очень сильное стихотворение, которое мы с вами успеем разобрать, оно называется «В деревне», и здесь тоже очень видна позиция автора. Вначале он описывает «Ненастный день», и как он увидел, гостил в деревне, увидел, что две женщины встретились у колодца, и вот что же между ними происходит, а образ автора, он всегда такой любопытствующий, ему интересно. «Здравствуй, родная, как может, цикумушка, все еще плачешь никак? Ходит, знать, по сердцу горькая думушка, словно хозяин большак. Как же не плакать, пропала я грешная, душенька ноет, болит. Умер Касьяновна, умер сердешная, умер и в землю зарыт. Ведь наскочил же на экую гадину, сын ли мой был неудал, сорок медведей поддел на рогатину, на сорок первом сплошал. Росту большого, рука что железная, плечи косая сожень. Умер Касьяновна, умер болезная, вот уж тринадцатый день. Ветер шатает избенку убогую, весь развалился овин, словно шальная пошла я дорогую, не попадется ли сын. Взял бы топорик, беда поправимая, мать бы утешил свою. Умер Касьяновна, умер родимая, надаль топор продаю. Кто приголубит старуху безродную, вся обнищала в конец, в осень ненастную, в зиму холодную, кто запасет мне дровец? Кто, когда носится теплая шубушка, зайчиков новых набьет? Умер Касьяновна, умер голубушка, даром ружье пропадет. Ну да и так, дай бог зиму промается, свежей травы мне не мять, скоро избенка совсем расшатается, некому поле пахать. В город сбирается Мария Романовна, по миру сил нет ходить. Умер голубушка, умер Касьяновна, и не велел долго жить. Плачет старуха, а мне что за дело? Что и жалеть, коли нечем помочь? Слабо мое изнуренное тело, время ко сну, недолга моя ночь. Завтра раненько, пойду на охоту, досвету надо, покрепче уснуть. Вот и вороны готовы к отлету. Кончился раут, ну, трогайся в путь. Вот поднялись и закаркали разом, слушай, равняйся, вся стая летит. Кажется, будто меж небом и глазом черная сетка висит. Вот такая она лирика у Николая Некрасова. Посмотрите на образ автора. Плачет, ну и что? А чем я могу помочь? А мне завтра вставать рано на охоту. Вот он показал картину, как старуха потеряла своего кормильца, как рухнул быт, как она никому не нужна. Марья Романовна, я не все стихотворение вам прочитала, оно называется «В деревне». Марья Романовна – это барыня, которая вот сердобольно ей чем-то помогла. И там как раз несколько стров посвящено тому, что сейчас-то помогла, а дальше-то что делать? Вот умер и не приказал долго жить. И топор продаю, и пожалеть нечем. И одно из главных действующих лиц, создающих интонацию в стихотворении, это вороны, от которых реально вот вокруг становится черно. И хотя автор стихотворения никак не призвал нас пожалеть старуху или не обратился с призывом государства, что таким нужно помогать, на сердце тошно тому, кто читал, а никак не от каких-то серьезных призывов. Вот такие у него во множестве в своем стихотворении показывающие, передающие. Говорят старухе много лет назад, но я думаю, что если бы мы представили сегодня женщин в наших далеких, как теперь опять же, губерниях и деревнях, потерявших своих сыновей, в горячих точках, я думаю, что они говорят практически таким же языком. И более, и безысходность этих ситуаций, она в чем-то похожа. Вот почему мы говорим, что поэзия Некрасова и современна, и народна сегодня. Потому что она по-прежнему близка, по-прежнему понятна, и затрагивает те темы, с которыми мы постоянно сталкиваемся и над чем, в общем-то, стоит и дальше подумать. На этом наша с вами сегодняшняя программа закончена. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok